Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Всегда ли полезно для души быть здоровым? Отвечаю словами апостола Павла, который болел тяжело. При том, как он сам говорил и как свидетельствует об этом, книга, деяния апостольских, его собственные послания, потрудился больше, чем кто-либо из других апостолов на небе просвещения евангельского благовестия. Ивона, говорил, трижды просила Господа Бога удалить то жало плоти, которому доставляло ему неудобства. Это какая-то неизвестная болезнь, он ее не описывает подробно. Но, по-видимому, она сильно ему досаждала и мешала делу проповеди. И Господь ответил ему, «Достаточно тебе, благодати моей, давлеет тебе, благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». Дальше он продолжает. Господь сказал мне, «Сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушуствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». В этих словах скрывается удивительная правда христианства, которая противоречит всему тому, что говорит окружающий мир. Человек-человеков-волк говорит окружающий мир. Бой, бей своих, чтобы чужие боялись. Иди к цели, используй любые средства. Ты, царь вселенной, все должно подчиниться тебе. И не имеет значения, по какому количеству трупов придется тебе идти к достижению поставленных задач и целей. Власть, богатство, признание. То, чем живет мир, согласно Иоанну Богослову. Похоть плоти, похоть АЧС и гордость житейская. И когда ты немощен, ты возмущаешься, как это так? Вот зачем ты, Господь, меня смиряет? Ведь я мог столько всего хорошего сделать. Почему другие здоровы, а я болен? Ответ прочитайте еще раз в послании апостола Павла Коринфяна. Когда я немощен, тогда я силен. Ибо тогда, когда плоть смиренна, она уже не толкает тебя к подвигам, к тяжелым грехам. В кавычках подвигам, конечно. Невоенным. К ночным разгулам и тому подобным. Ты уже не гордишься, даже когда у тебя что-то получается, потому что ты видишь по-настоящему, как Бог тебе помог. Мы видим удивительную ситуацию, когда тот, кто положил меньше сил на достижение какой-либо цели, но при этом хоронил Богу верность, молился, усердно молился, учился, трудился, но ставил Бог во главу угла, тот быстрее достиг желаемого, нежели те, кто, презирая всех, ставя себя выше всех, шли к этой же цели. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Поэтому хотите что-то достичь, радуйтесь в немощи. Помните, что если Бог не поможет, то ничего не получишь. Молись и трудись. Трудись так, как если бы все зависело только от тебя. Молись так, как если бы все зависело только от Бога. Делать себя все должное, все необходимо. Стучись во все двери и будь как будет. Дал Господь тебе желаемое, значит, действительно, ты шел к правильной цели. Не дал, значит, надо сменить маршрут. Постучаться в другую дверь, но не сидеть, как имели на печи, и ждать, когда тебе с небес спустится желаемое. Нет, так это не работает. Пусть это иногда смахивает на нашу национальную идею, но нет. Просто так ничего не будет. И Господь Бог даром тоже ничего не дает. Только как аванс, допустим. Как средство, которое укрепит тебя вере. Видя то, что действительно вере тебе это укрепит, а не просто получив желаемое, ты забудешь о Господе Боге навсегда. К сожалению, мы вспоминаем о нем тогда, когда нам больно, когда нам плохо, когда мы что-то теряем или можем потерять. Поэтому призываю всех и каждого из нас помнить о Боге всегда. Не только в печали, но и в радости. Полеешь, говори, слава Богу. Выздоровел, говори, слава Богу. Иди к достижению цели, приобретая все необходимое, не окрадывая полученное гордостью и тщеслаем. Когда ты болен, ты лучше понимаешь, что Бог тебе помог, а не своим умением, талантами, интеллектом или связями ты смог получить то, что мечтал. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok